Насколько активно безработные брещане подключились к такой форме трудоустройства, говорить не приходится. По коридору Брестского центра занятости пройти практически невозможно. И это неудивительно. Число свободных вакансий в одной из самых востребованных сфер деятельности в торговле относительно небольшое. Здесь представлено 22 субъекта хозяйствования. Более 50 рабочих мест предложены нашим потенциальным претендентам. Ярмарки вакансий позволяют нам, прежде всего, субъекту хозяйственному подобрать квалифицированных работников, а претендентам оговорить все условия труда и заработной платы. Пока мы прорабатываем строительную отрасль, которая тоже немаловажна, тоже подбираются наши строительные организации, подбираются высококвалифицированные специалисты. Также будем в медицинской отрасли обязательно проведем такую же ярмарку вакансий, потому что потребность в ряде медицинских работников также есть. Спрос рождает предложение. Эту формулу уже очень давно вывел британский экономист Джон Мейнард Кейнс. Однако почему этот закон работает не так эффективно, как хотелось бы? Почему спрос значительно превышает предложение? Почему человек не может найти работу при имеющихся вакансиях? Есть продавцы, которые только промтовары, не продовольственная группа товаров. В основном у нас испытывают потребность гипермаркеты, магазины, продавцов, продовольственных товаров. Поэтому несоответствие квалификации. Некоторые безработные не желают уже работать по своей профессии, что-то ищут, возможно, другое. Поэтому не всегда эти заявки нанимателей 100% соответствуют нашим безработным. Кто-то по состоянию здоровья в настоящее время не может работать, кого-то не устраивает сменный график работы, разные бывают ситуации. Кто-то, может, только что встал на учет и как раз найдет работу и трудоустроится. Сегодня наиболее востребованы в сфере общепита и торговли продавцы, повара, кондитеры, бармены. Список заявленных предприятий велик и все нуждаются в кадрах. Кто-то был готов трудоустроить желающего сию минуту, некоторых просто собеседовали, другим предложили заполнить резюме и оставить его в кадровом резерве. В Жилберсервисе работала. И не по моей вине фирма закрыла мое рабочее место после декретного отпуска. На данный момент мы предлагаем четыре вакансии. Это контролер-кассир, повар, формавщик теста и продавец. Вот наши буклетики, с ними могут ознакомиться. Также предлагаем визитную карточку и предлагаем подъехать для рассмотрения кандидатуры на собеседование. Мы выбираем кандидатов преимущественно с опытом работы и с профильным образованием. Конечно, нашлись и те горожане, которые с недоверием отнеслись к мероприятию. Ну, невысоко плачем. Хотя бы миллиона три, нормальную работу. А предлагаем, что там ехать далеко, туда, туда. О результате этой ярмарки говорить еще рано. А вот на состоявшейся неделю назад свое рабочее место нашли около ста швей. Ярмарки и вакансии дальше будут проводиться в областном центре периодично по отраслевому принципу.